Всем привет! Вот и наступила четвертая неделя нашим перепелочкам. Тут техасцы у нас и московские черные смокинговые, бройлерные сидят. Я их отсадил. То есть, получается, здесь у нас осталась самая мелочь и средние. Крупных я отсадил в другой брудер. Сейчас покажу их. Вот крупненькие. Они у нас в таком брудере. Это один из первых наших брудеров. Он у нас поменьше получился. Здесь 25 штук. Я отсадил самых крупных. Тут 3 техасца и 2 феникса. Остальные все московские черные. Сейчас я хочу одного положить на весы и взвесим его. Посмотрим, какой у него вес в 4 недели. Дело в том, что я их сегодня вот этих здоровяков перемещаю уже в самостоятельные клеточки. Я возьму того смокингового. Он у нас в показательных видео постоянно. Так как он один из самых красивых, он смокинговый, ну и самый крупненький. Вон он гуляет. Сейчас я его поймаю. вот идет к поилке. Вот он, вот он. Извесим его. Красавчика. Кабанчика. Вот он. Весы у нас на нуле и ставим перепила смокингового. на данный момент он имеет 150 грамм. В 4 недели. Привет, Котя. И ты пришел посмотреть на процедуру взвешивания? Да? Ну все, относим его малыша. Так что вот такой результат у нас сегодня. Так, а сейчас мы поставили Феникса. Так, он слез с весов. Он имеет 153 грамма. Хотя он был немного меньше. Грамм на 10. Сейчас он опередил. Это у нас Феникс. Тоже такой вот вес у него на данный момент 4 недели. Это самочка. Крапинку. И у нас еще одно событие. Мы обновили инкубатор наш. В одном из наших видео я показывал. Тот был в 50 на 50 инкубатор. Этот 70 на 70. Он в два раза вместительный. Получается у предыдущего инкубатора площадь была 0,25. У этого 0,5. Ну пол квадрата. То есть в два раза больше. Вместимость у этого инкубатора в два раза больше яиц. Куриных яиц 150. Перепелиных 370 яиц. В отличие от предыдущего там вмещалось перепелиных 180 и куриных 70. Ну и явное отличие того инкубатора от нынешнего на данный момент, который я сейчас показываю. Это наличие вентилятора. Сейчас я его открою. вот такой вентилятор здесь. Это датчик, это измеритель влажности, но измеритель влажности нужно докупать отдельно. Вот наше футбольное поле с яйцами. Здесь на данный момент 100 яиц. Можно вместить до 360 перепелиных. У этого инкубатора тоже две инфракрасные пластины, которые греют теплом, а не светом. Ламп здесь совершенно нету. Они греют не воздух, а греют сами предметы. В нашем случае это яйца. греют. Вентилятор движет воздух, перемещает, чтобы равномерно распределялась температура по инкубатору. Такая вот ручка здесь. И если будет видно, яйца передвигаются одновременно, все перекатываются, то есть это получается, сейчас он исправит температуру, так как я его приоткрыл. Инкубатор выравнивает и оповещательный сигнал прекратился. Ну и насчет ручки. Ручка здесь механизм получается такой вот ручкой мы перекатываем яйца на решетке. Это инкубатор с механическим переворотом яиц. Не автоматическим, а именно механическим. Также можно и вручную переворачивать. Так, что еще? Вот я говорил датчик измеритель влажности с температурой. Я его приоткрыл, но влажность здесь 70-72%, что должно быть. В первые дни инкубации мы их вчера заложили и те яички через 17 дней на 17 день они уже вылупятся. Заложили сюда эстонцев породу перепелов эстонские, так как мы хотели перепелов яйценоских пород, а эстонцы пока на данный момент самые лучше несутся. Ну лучше них только японцы несутся, но у японцев маленькие яйца, стреляют они так же как японцы как из пулемета яичками, несутся они до 90%, то есть из 100 вы получите из 100 самочек 90 яиц каждый день будете получать. Остальные породы у нас есть бройлерный техасец, феникс, фараоны, у них яйценоскость 75%, то есть из 100 75%, иногда бывает 80-90%, иногда было даже из 10 вот самочек 10 яиц, но в основном 75% у них яйценоскость. Тоже на высоте, но все-таки они больше мясного направления. эстонцы уже после появления бройлеров они раньше считались мясо-яичными породами, они чисто яичные породы, хотя мяса там достаточно тоже. Неплохие тушки вырастают. Вот такие у нас новости на данный момент. Перепелов мы сейчас будем в коробку укладывать. сейчас мы покажем самую главную нашу бройлерную перепелочку. Смотрите, какая лапа толстая. Привет! Ты с нами тоже идешь сюда? Перепелятник. Уселся тут. Мы перепелов хотим ставить, а он любит коробки всякие. Ну что, мы собрали около 30 штук. Вот они наши. Не вылетают. Мы их относим сейчас всех по клеточкам. И уже покажу их в следующем видео. На этом я заканчиваю свое видео. До следующих видео. Всем пока!